Операция Багратион это то, о чем мы много раз слышали, да, еще со школьных уроков истории, мы видели это в самых разных фильмах. Вот, ну, образ какой блестящая, военная операция, когда советские войска быстро, просто как по маслу, город за городом освободили территорию Беларуси. Все так? И так, и не так. Когда мы говорим о операции Багратион, надо понимать, что в коллективной памяти советского народа, да, в общем-то и всего мира, эта операция стала своего рода, ну, неким символом, да. Мы знаем Курскую битву и битву под Сталинградом, но операция Багратиона осталась несколько в тени. Хотя, по мнению немецких военных историков, именно поражение на территории Беларуси стало крупнейшим поражением Германии за всю военную историю. Вот, очень интересный взгляд на проблему. И за короткий срок. Да, достаточно короткий срок, но, чтобы понять, что происходило на нашей земле, надо представить себе, ну, хотя бы численный состав группировок. То есть, советские войска это 2,4 миллиона, группа армий Центр, Северная Украина, немецкие группы армий 1,2. Значит, единственный момент было подавляющее преимущество в танковой технике. Ну, превосходство и в численности в два раза советских войск. Ну, как мы знаем, превосходство в численности необходимо для наступательной операции 1 к 3, а здесь 1 к 2. Ну, это героизм и дух. При этом ведь, ну, скажем так, не стопроцентно было, что только эта операция, все решено, она долго готовилась. Насколько я знаю, были разные варианты разных операций. Да, были разные варианты, но я вот закончу свою мысль о том, что почему операция Багратион осталась в тени Сталинграда и Курска. То есть, после побед Красной Армии на Волге и на Курской Дуге стало очевидно, что Германия войну не выиграет. Но у Германии был шанс ее не проиграть. Таким образом, военные историки говорят о том, что у Германии была возможность остановить, не остановить, затормозить открытие второго фронта, не выпустить англо-американские войска вторжения в Нормандии за пределы Плацдарма. С другой стороны, мы все слышали про линии укрепления по Днепру, в том числе и по белорусской части Днепра. То есть, были созданы серьезнейшие оборонительные сооружения на глубину до 240 километров на белорусской территории. То есть, простыми словами, могло прийти к позиционной, да, вот этой долгой войне, которая месяца, а то и годы. Абсолютно. То есть, мы могли вернуться к ситуации Первой мировой войны, фактически, на этом участке. И вот, отталкиваясь от идеи о том, что операция не была предрешена, то есть, существуют различные исторические свидетельства о том, что Сталин в какой-то момент стал колебаться. То есть, они нанестили удар по территории Советской Украины. Ну, оккупированная имеется в виду территория. Но, откровенно говоря, они не дали того эффекта, на который рассчитывали. А здесь, на территории Беларуси, да? В том числе, да. Или в этом регионе? То есть, были подходы к прорыву вот этой эшелонированной обороны. Но, в чем была проблема? Проблема была в том, что у немцев было огромное преимущество в артиллерийской мощи. Только в 44-м году Советский Союз вышел с Германии на один уровень по артиллерии, по мощи арт-ударов. И вот это, в конце концов, дало решающий перелом в ходе операции «Мигратива». Хорошо, кому мы тогда обязаны, если есть такие люди, историки их знают, кто все-таки склонил чашу весов на то, что надо, операцию «Багратион». Ну, мы же понимаем, что такое исторические свидетельства. То есть, во многом какие-то полководцы пытаются рассказать, что они сделали чуть больше, чем остальные. Но, тем не менее, по имеющимся адекватным этим свидетельствам, именно Георгий Жуков и маршал Василевский смогли убедить Сталина о том, что именно удар через Беларусь должен стать основным. Тем более, был еще один серьезный довод. Именно удар «Операция Багратион» позволяла в кратчайшие сроки перерезать коммуникации Германии между Южным флангом и Северным и выйти непосредственно к границам фашистской Германии в район Кенигсберга. Ну, по прямой практически. Да, фактически так и получилось. Вот вы сказали, что огневая мощь Советского Союза, Красной Армии, именно к этой операции в 1944 году была сопоставима с немецкой. Можем ли мы тогда сказать, что, в принципе, тыл, те, кто работал в тылу, такие же герои, как и те, кто эту операцию осуществлял? Абсолютно. Здесь нет никаких... Потому что в тылу-то создавалась вся эта мощь. Я приведу еще один пример. Еще дополнительным фактором успеха «Операции Багратион» стало насыщение танковых войск новой Т-34-кой с пушкой калибра 85 мм. До этого Т-34-ки там прошли несколько модернизаций с 1941 года, но пушка оставалась 76. И в борьбе с королевскими тиграми и пантерами Т-34-ки с калибром 76 было достаточно сложно. И вот когда в войска пошла масса танков с калибром 85, баланс поменялся в сторону Красной Армии. Сегодня ведь на самом деле мы видим, что кроме наземных операций, войны по всему миру идут, все-таки основу составляет авиация. Что было тогда? Насколько Советский Союз, Красная Армия была мощна уже к 44-му году, к лету 44-го года с точки зрения авиации? Да, отвечая на ваш вопрос, надо обратить внимание на такой момент. Красная Армия обладала подавляющим преимуществом в военно-воздушных силах, но в преддверии операции «Багратион» была проведена дезинформационная операция. То есть немцы поверили о том, что основной удар будет по территории южнее. То есть дезинформация была с нашей стороны? Да. И, значит, вот это заставило немцев перебросить не только танковые подразделения, но и авиационные подразделения на южный фланг. И это позволило, ну, кроме того, ну, давайте не забывать, все-таки на тот момент уже состоялась выставка в Нормандии. Что тоже стало чем-то плюсом. Да, в начале июня, 6 июня. Но именно операция «Багратион» позволила англо-американским войскам в конце июля выйти на оперативный простор. То есть удар, ну, я полагаю, что это был синхронизированный удар союзников, потому что, ну, к тому времени уже прошла Тегеранская конференция, и шаги в военной сфере, ну, не полностью, но каким-то образом согласовывались. Если объединить авиацию, героизм, сегодня ведь еще одна очень важная дата, связанная с темой Великой Отечественной войны, 26 июня 41-го года, причем самое начало войны, да, когда только-только начинается эта трагедия «Подвиг Николая Гастелла». Мы все знаем тоже по школьной программе. И, кстати, у нас под Радашковичами Стелла, красивая Стелла, много лет. Я часто очень проезжаю мимо нее, посвященную подвигу, героическому подвигу Гастеллу. По этому поводу я хотел сказать о том, что, ну, может быть, не все знают о том, что Гастелла уроженец нашей страны. То есть его семья до 41-го года переехала в Москву, и даже фамилия была изменена. То есть его фамилия была Гастелла, ну, то есть более привычно для белорусского уха, да. Франц Гастелла, его отец, вот деревня Плужины, Плужины, честно говоря, не знаю, сейчас это Карелический район Грудненской области, вот там корни, да, получается Гастелла. Когда мы вспоминаем героизм советских летчиков, да, всех советских солдат, мы думаем о том, что иногда, да, вот есть спекуляции на эту тему, о том, что вот героизмом якобы закрывались просчеты, да, в военном планировании, в недостатках организации вооруженных сил. Ну, на самом деле Гастелла был опытным летчиком. Он участвовал в операции на Холхенголе и в Советско-финской войне. То есть это была не первая его война. То есть мы знаем, что там ряд советских летчиков участвовали в боевых действиях в Испании, да. То есть нельзя сказать о том, что у немцев было в авиации, да, там, подавляющее преимущество. То есть вот находились люди, которые имели военный опыт и которые понимали, что в этой критической ситуации надо делать. То есть и вот, конечно, там, ценой своей жизни экипаж советского бомбардировщика нанес огромный ущерб немецким захватчикам. Ну, самое главное, помнить нам, конечно, об этом, о чем мы говорили. Да, и в честь кого улица Верхоружия, и почему под Радашковичами этот памятник. Это самое главное, помнить герою.